Доброе утро, Катя! Доброе утро всем! Минут 15 назад мы читали новость о том, что наши баскетболистки одержали победу. Некоторое время назад наши борцы в Краснодаре на турнире тоже показали себя очень хорошо. 2017 год прошел. Мы сейчас в начале, в истоках 2018 года. Кого мы могли бы отметить с вашей точки зрения спортсменов? Я знаю, что наши ребята показывают себя на очень высоком уровне. Вот в 2017 год какие основные достижения такие вот ключевые были? Ну, отметить кого-нибудь отдельно очень тяжело, потому что мы такая спортивная территория, Ростовская область территория спорта. И результаты спортивные наши порой даже завораживают. Когда в целом посмотришь и впечатляет. Мы в прошлом году на всероссийских соревнованиях, на чемпионатах, первенствах России и Кубках России завоевали 709 медалей. В том числе 205 золотых. На международных соревнованиях 108 медалей. В том числе 35 золотых. Ну, это у нас из года в год происходит. Периодически просто меняется формат соревнований. И в олимпийские годы проводится чуть поменьше соревнований. В межолимпийскими играх. Побольше соревнований. Но в целом мы по этим показателям устойчиво входим в первую пятерку в Российской Федерации. По показателям спортивных наших достижений. Поэтому тяжело кого-то отметить отдельно. Но хотелось бы только отметить 2-3 медали с чемпионатов мира по олимпийским видам спорта. Это две медали нашей олимпийской чемпионки Влады Чегиревой. И серебряная медаль нашего борца Александра Чехиркина. Это такие были. Очень приятные, яркие победы. Мы надеемся, что 2018 нам еще больше всего подарит. Вы знаете, что это такое направление приоритетное в наше время. В наше время гиподинамии. В наше время такого бурного развития электроники. Когда детей оторвать невозможно от компьютеров айпадов. Это то, что может дать дополнительный стимул к жизни. Дополнительный стимул к активному образу жизни. Да, дорогие друзья. И в нашей Ростовской области, и в Ростове-на-Дону очень много уделяется внимания развитию детского спорта. Потому что периодически проходят у нас спортивные праздники. Вот мы с Самуэлл Рубеновичем за эфиром говорили, есть в Ростове-на-Дону ежегодный фестиваль. Он называется «Дети в спорт». Он как вообще, что он из себя представляет? Это ярмарка видов спорта. Значит, на одной большой площадке собираются там порядка 70 видов спорта. Представители, тренеры, именитые спортсмены. И рассказывают родителям и деткам о значимости занятия различными видами спорта. Вот скажите, с вашей точки зрения, нам нужно же продолжать эту динамику проведения ежегодного этого праздника? Безусловно. Я просто хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин объявил начинающееся десятилетие десятилетиям детства. А губернатор Ростовской области Василий Ильич Голубев объявил 2018 год годом детского спорта. Поэтому у нас весь 2018 год пройдет под эгидой детского спорта. Запланировано огромное количество мероприятий. И в том числе будет открытие торжественное, хорошее, красочное открытие. 3 марта, скорее всего, оно состоится во дворце спорта. Ну и в рамках всех празднований года детского спорта мы пятый раз проведем фестиваль детев спорта, о котором вы сказали. За все время порядка 40 тысяч человек проведения этого фестиваля, больше даже 40 тысяч человек посетило этот фестиваль. Больше 12 тысяч человек записались в спортивные секции. Это действительно такая своеобразная ярмарка вида спорта. Вот в этом году 72 вида спорта были представлены на этой ярмарке, так называемой, где дети могли прийти, пощупать, потрогать, посмотреть, что это такое, задать вопросы, получить мастер-класс от знаменитых спортсменов. Ну, очень такое хорошее, доброе мероприятие. И самое главное, очень важное, потому что после этого фестиваля телефон буквально дымится от звонков, как можно записаться туда, как можно записаться туда, несмотря на то, что там им дают такие консультации, то есть раздаточный материал со справочниками. То есть наблюдается такой всплеск интереса к занятиям физической культурой. Вы знаете, что у нас проходит спорта Киадо Дона, она включает в себя 18 видов спорта, и в прошлом году более 53 тысяч человек приняло в ней участие. И продолжается она, продолжалась в прошлом году с ноября по август. Значит, сейчас в этом году по причине проведения чемпионата мира мы чуть-чуть сроки подвигали, чтобы было более комфортно. Вот, и чуть-чуть изменили положение. Ну и формат этой спорта Киады, он будет чуть-чуть изменен, она будет продолжаться с ноября по предыдущего года, по августу, и мы пошли в предприятие. То есть начнется она с проведения спортивных соревнований на уровне предприятия. Все могут участвовать, любой офис, большие крупные мероприятия. Мы проводим спорта Киаду школьников. Это будет такое многоэтапное соревнование, оно начнется внутри каждой школы и будет проходить по пяти видам спорта, да, и причем мы даем возможность каждому ребенку поучаствовать во всех видах спорта. То есть сначала это мини-футбол, потом это баскетбол, стритбол, потом это волейбол, ну, потом легкая атлетика. И все должны сдать нормативы ГТО, то есть выполнить нормативы ГТО для соответствующей своей ступени. И продлится она с февраля месяца по 4 ноября. 4 ноября, в день народного единства, у нас состоится финал. Это будет такое всеобъемлющее большое соревнование. Помимо этого мы сейчас начинаем проведение спорта Киады для работников государственных служащих, государственных и органов законодательной власти. Тоже спорта Киада пройдет. Проходит спорта Киада правоохранительных органов. Вот мы сейчас работаем с военными. И самый большой пласт, конечно, вот мы сидим на территории студенческого кампуса, где, если я не ошибаюсь, по-моему, 26 тысяч студентов в ДГТУ на дневном отделении. И мы считаем, что на сегодняшний день мы не полностью задействуем ресурс физкультуры. Хотя здесь просто они идут впереди планеты всей, они первые создали управление спорта ДГТУ. Мы с ней взаимодействуем на 100%, но есть огромный резерв. И мы хотим полностью изменить формат всех студенческих спортивных соревнований. То есть будет проведена спорта Киада вузов, которая подразумевает многоэтапная спорта Киада вузов, которая будет проходить с сентября по май. Помимо этого мы будем создавать, сейчас уже начали, студенческие лиги по игровым видам спорта, которые тоже будут не разовые мероприятия, которые тоже будут идти на регулярной основе внутри вузовские, между факультетами, между курсами, потом выходить между вузами и будет проходить потом общее областное мероприятие. Ну и по такой же форме будут проходить и школьные лиги. Мы создаем сейчас школьные лиги, дворовые лиги по игровым видам спорта. Хочется вас спросить. Чемпионат мира по футболу. Ростов-на-Дону. Один из 11 городов России. Совсем скоро, в июне, начнется это великое спортивное мероприятие мирового уровня. И давайте поговорим. Вот в Ростове-на-Дону. Все знают, что есть уже аэропорт, что есть стадион замечательный, готовится инфраструктура городская. Вот на что бы вы хотели обратить внимание наших радиослушателей сейчас, на данном этапе, что происходит в подготовке к чемпионату мира? На самом деле я очень бы хотел обратить внимание наших радиослушателей на то, какое значение для нас имеет проведение чемпионата мира. Потому что это наши жители нашей Ростовской области, они терпят определенные неудобства в связи с этим. Вот знаете, у нас есть... На самом деле Ростов оброс таким количеством шикарных отелей, да? Вот. Туристические маршруты отрабатываются. Губернатор этому уделяет очень большое внимание. Это наследие, и у нас руководство этому уделяет огромное внимание. И все это позволит существенно улучшить туристическую привлекательность Ростовской области, да? Помимо этого, спортивная инфраструктура, которая будет создана и для чемпионата мира, и около чемпионата мира, а это грибной канал, о котором мы говорили, да? Это позволит проводить крупные международные всероссийские соревнования, а это событийный туризм, да? Это привлечение дополнительного количества туристов в нашу любимую Ростовскую область, да? Ну и самое главное, что огромное количество объектов спортивной инфраструктуры будет передано после завершения чемпионата мира в пользование детским спортивным школам. А это инвестиции в наше будущее, это инвестиции в здоровье нашего населения. Васильевич нам дал поручение, мы активно работаем, значит, будут построены сооружения и для проведения соревнований, тренировочных занятий и соревнований по триатлону. Но я не буду перечислять, там большое количество, потому общее количество я скажу, да? Помимо этого, уже изготовлен проект, но не сдан в экспертизу, значит, катка. С восточной стороны от стадиона будет Ледовый дворец, не каток, а Ледовый дворец на пять с половиной тысяч зрителей. Вот это я понимаю. Планируется построить с этой стороны, с правой стороны от передвижения на юг, да, от съезда с моста Ворошиловского. Проектируется так называемый гандбольный дом за счет средств группы компании «Агроком». Иван Игнатьевич Цавиди патронирует это. Планируется построить дворец спорта на четыре с половиной, пять тысяч зрителей тоже. С противоположной стороны от Грибного канала через трассу планируется построить конно-спортивный комплекс мощный. И все это вместе, если взять, во-первых, огромная территория, это больше трехсот гектар. А во-вторых, позволит проводить соревнования с учетом вот этих всех трасс, новых развязок, да, потому что это дополнительная возможность проведения по велоспорту соревнований, по триатлону, по легкой атлетике. И вот будут созданы условия для подготовки команд по 18 видам спорта. В том числе два зимних – это легкая атлетика, фигурное катание и хоккей, а остальные все летние, в том числе легкая атлетика. Вот, дорогие друзья, как вы понимаете, ну мало того, что мы с вами сможем стать непосредственными участниками всех этих спортивных мероприятий, теперь мы можем, ну знаете, как замахнуться на чемпионаты России, да, так как у нас будет такая инфраструктура. Мы регулярно, даже сейчас проводим. Вообще, ребят, я вам хочу вообще выразить огромную благодарность за такое отношение и пожелать вам, во-первых, успехов, а во-вторых, чтобы у вас всегда было вот такое вот прекрасное настроение. Спасибо вам большое, что пришли.